Доброе утро, добрый-добрый ранок, друзья! Сегодня у нас вот такой прямой эфир, вернее, видео за чашечкой кофе и речь пойдет о неправильной осанке, о дискомфорте в спине. Почему же взрослые люди, вроде с нормальным позвоночником, без колеоза, кифоза обращаются ко мне с такими жалобами? Сейчас вы поймете из-за чего. И расскажу я про вчерашний случай, который произошел у меня на консультации с одним парнем, 32 года, живет в Одесской области, в селе, работает физически, за компьютером не сидит, машины у него нету, спортом не занимается, среднего роста, нормального телосложения, но жалоба у него была на дискомфорт в спине. Значит, в амбулаторной карте он вообще ничего не написал, кроме слова осанка, то есть жалоба на его осанку. Я начал расспрашивать более конкретно, говорю, боли ночные есть издалека? Нету. А днем болеть? Да, болит. Я спрашиваю, болит, когда сидишь? Он говорит, нет, я практически не сижу. Болит, когда работаешь? Ходишь? Нет. А когда? Болит, когда долго постою? То есть, опа, я спрашиваю сразу, такой, раз, галочку поставил, стоишь. А сколько стоишь? Час, два, тогда начинается боли. Ну, где-то после трех часов. Значит, он думал сколиоз. Я его положил, посмотрел спину, нет сколиоза, нету кифоза, нету. Посмотрел на ноги, а ноги разной длины. То есть, я проверил и по пяточкам, и по косточкам, да, значит, на спине, на животе. Значит, у него левая нога, короче, правая, где-то вот на столько, на сантиметр. Что же получается в таком случае? То есть, когда он ходит, работает там на огороде физически, он этого не замечает, потому что при ходьбе ноги меняют свое положение, мы переступаем, и как бы мышцы работают все нормально. А вот когда человек долго стоит в одной и той же позе, и вот в его случае больше трех часов, то его постуральные мышцы, которые удерживают позвоночник от падения, начинают напрягаться и болеть. Почему? Ну, вот представьте, вот две ноги. Левая короче. Естественно, организм будет падать куда? В ту сторону, у которой ножка короче. Но возьмите, вы у стула одну ножку подпилите, у табуретки. Естественно, она будет падать в эту сторону, где вы подпилили ножку. И вот его организм в тело падает, но у нас тело-то умное, у него есть, значит, вестибулярный аппарат, и оно автоматически выравнивает. Выравнивает за счет чего? За счет напряжения, в первую очередь, длинных мышц спины. Это длинные разгибатели и постуральные мышцы. И вот получается, что когда он долго постоит, три часа, они начинают болеть из-за вот этого спазма, из-за того, что они как канаты хотят выровнять падающую мачту или падающую башню. Вот посмотрите, как растяжками в механике, в физике выравнивают падающие столбы, башни. Вот получается с организмом то же самое. Ну и какой же я дал совет? Ну, во-первых, в 32 года это не лечится руками. Если вы увидите видео каких-то степатов, костоправов, которые показывают, что они равняют, это неправда, это невозможно, ребят. Я своих видео тоже показываю, но я показываю диагностику ног. Для меня это очень важный критерий дальнейшей правильной тактики лечения. Но я ни в одном видео не показал, где я вылечил ноги, где я выпрямил ноги. Единственное видео, я показывал, что можно выровнять ножки, плоскостопие у своей дочки, когда ей было 3 года. Но это у детей в 3 годика, когда они еще мало ходили, ходили неправильные обуви. Вот вы массажем можете помочь. Все. У взрослого человека даже в 14 лет вы ничего не сделаете. И вот у меня есть видео, которое набрало там больше 2 миллионов просмотров. У девочки в 14 лет в Питере ноги были... Разница ног была 4 сантиметра. То есть это от природы у нее ноги такие разные были. Там только операция. Поймите. Вот этими всякими дерганиями нельзя выровнять. Зачем я вам это говорю, вы сейчас поймете. Значит, как же это лечится? Это лечится ортопед коррекцией. Я ему в амбулаторке написал консультация ортопеда и сказал, ищи хороших ортопедов, которые делают свои стельки или продают качественные стельки, или подпятники. Это уже врач назначит. Ты выровняешь ноги, они станут одинаковой длины. Твое тело, твоя мачта перестанет падать в эту сторону. И мышцы перестанут спазмироваться. И все. Все у тебя пройдет. Все нормально. Потому что человек занимается физическим трудом. Это все выровняется. Понимаете? Все будет хорошо. Сейчас 21 век, друзья. Сейчас ортопед коррекция не такая, как была еще 20 лет назад. Или в 20 веке. Сейчас все нормальные ортопеды имеют специальные весы. Такие стойки, световые компьютеры, которые смотрят, сканируют ногу и смотрят на продольный свод, на поперечное плоскостопие. Смотрят, как пяточка стоит. И делают стельки индивидуальные под каждую стопу. С подпяточником, с этими всякими выпуклостями, впуклостями. Ну, по крайней мере, я сам себе такую стельку вот купил. Шикарно. Спасибо врачу Людмиле Ивановне. Приветствую меня, слышите. Шикарно. У меня перестало болеть колено. Травмированное. Которое я травмировал в 18 лет. Представляете, когда это было. Прямо через неделю прошло болеть колено. После того, как мы ножку поставили правильно. Так вот, ищите и к чему я это говорил. Не обязательно ко мне ехать с Одессы, с Киева, со Львова, чтобы я мог поставить такой диагноз. Возьмите лягтин на пол, на ровную поверхность. Сначала на спину, потом на живот. И пускай ваши близкие вас фоткают. Обычным фотоаппаратом с мобилой эту фотку вы можете выслать. И по этой фотографии я проведу вам онлайн консультацию. Если вам 30+, ну, там даже 15+. Если у вас нет сколиоза, кифоза, все хорошо. Если там у вас атлант стоит на месте. Если у вас там нету явных каких-то аномалий. А у вас болят мышцы спины после 2-3 часов стояния. То скорее всего вам надо обратить внимание на ваши ноги. Конечно, хорошо получить первичную консультацию. Но на онлайн консультации по этим фотографиям я могу заподозрить это. И дам вам совет. Это просто совет. Пойти к местному ортопеду. Вы сходите в своем городе к ортопеду. Он выровняет вашу длину ног. Ортопед коррекции. И будет все прекрасно. И через 2 месяца вы отпишетесь. О, спасибо, скажете, Виталий Владимирович. Я сэкономил время и деньги. К вам не поехал. Вот сходил и теперь у меня ничего не болит. Ребят, это очень важно. Это такой вот совет. А тем, у кого действительно есть сколиозы, кифозы в возрослом уже возрасте, занимайтесь плаванием, занимайтесь правильной реабилитацией, физкультурой, под контролем врача, под контролем хорошего реабилитолога. И только так вы сможете себе помочь. Не старайтесь ходить, часто править позвонки. Это приведет к нестабильности, расшитает вашу структуру и вам будет хуже. Ну, в принципе, я зарабатываю мануальной терапией и такое говорю. То есть мне как бы невыгодно, да, говорить с финансовой точки зрения. Но, ребят, я всегда был за правду. Я не люблю вот этих шарлатанов, других костоправов, ястепатов, которые обманывают. Ребят, во взрослом возрасте сколиозы, кифозы вылечить невозможно. А если возможно, это очень долго, дорого, нудно, но я имею в виду руками. Тут нужен комплекс. И массажи правильные, и мануальная терапия 2-3 раза в год, не чаще, но может 4, да. 4 раза в год, ребят, короткими курсами. Ну, а снова будет правильная ЛФК, возможно, зарядка по широту при сколиозе, реабилитационный центр, плавание. Ну, вот, в принципе, все мои советы. Ходите побольше, просыпайтесь, встречайте утро с хорошим кофе. Всем пока. С вами был Казак Костоправ из Херсонской области. Пока-пока. С добрым ранком.